Железнодорожный район, выгонка, частный сектор. Местные вспоминают нормальные, то есть асфальтированные дороги здесь отродясь не было. Митин, ну, надо сказать ему спасибо, хоть как-то вот немножко два года назад подсыпал нам до половины улицы. Сказал, чтобы больше средств не было. И мы эти дырки опять подсыпаем своими средствами, как можем. Поэтому как бы это ни дело. Вот даже там в начале улицы, где у меня дом, там вообще выбили все на свете. Потому что не только то, что ездит сюда транспорт. Там разворачиваются большие машины, поскольку им там удобно с дороги свернуть, развернуть. Нам такие ямы разбили, что там в пору только в спагах по колено по этим ямам ходить. В дождливое время, рассказывают местные, дорогу преодолевают вплавь. Именно по этому пути дети добираются до школы, а взрослые идут на работу. Дорогу жизни люди латают сами. Недавно заложили кирпичами. В идеале асфальт, но проблема даже не в этом. Она бы и это постояла. Проблема в том, что по весне тут идет большой склон, просто не видно сейчас. И вся вода, вся снега со всех огородов, они размывают дорогу. Особенно вот тут проходит, где вот эти ямы, это размывается дорогой, водой. Если бы здесь сделать ливневку, какой-нибудь слив, вот по всей улице, вот так, с этой стороны, с этой не нужно. Тогда она будет стоять. И это устоит, и хоть и гранулят, что угодно. Ковер тоже пригодился. Им прикрыли одну из ям. Да и пыли так меньше, говорят проживающие на Вольной. В этом году жителям частного сектора повезло. Правда, не всем к ним пришел асфальт. Инициативу мэра города поддержал глава администрации. И отработанное старое дорожное полотно укатали на дороге частного сектора. В этом году отсыплено полностью, ну не полностью, а в основном 35 дорог. Вот, вы знаете, что в свое время городская администрация представляла на рассмотрение общественности 115 дорог. Соответственно, потом было заявление главы администрации Муромского Александра Сергеевича о том, что данную программу мы продолжим. И вот на следующий год мы это будем, дорогу, продолжать. Если мы от 115 отнимаем 35, то получается 80 дорог мы должны будем отсыпать. Хотят попасть в эту программу и проживающие на Вольной. В администрации советуют, чтобы улицу включили в список, необходимо написать соответствующее заявление. Сколько улицу катают в гранулят в 2020-м пока неизвестно, но списки уже начали формировать. Виктория Юркова, Алексей Нескин, Ирина Волкова. Телеканал Первый областной.